Суббота на часах 19.00, а это значит пришло время подводить итоги недели. В этой программе все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. С вами Елена Кутузова. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных темах этой недели. Зеленый змей. Сколько белорусов страдают от алкоголизма и как уйти от зависимости? Город на снарядах. В Бобруйске обнаружили три боеприпаса времен Великой Отечественной. Особенное место на туристической карте Беларуси. На что посмотреть в городе на Березине? Я, Белорусска Молны, в Бобруйске прошла уникальная встреча с носителями языка. Удачный кадр или снимок, сделанный в нужный момент? Раз, два, три. Хорошо, еще раз то же самое. Во всем мире накануне отметили День фотографа. Чудеса перевоплощения. В Бобруйском районе проходит республиканский конкурс «Пленэр» резчиков по дереву. Болезнь без возраста, статуса и пола. В Беларуси каждый год от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, умирает около 20 тысяч человек. 14 тысяч смертей от инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, цирроза печени и рака. 6 тысяч от внешних причин. Это суициды, травмы, пожары, утопления и ДТП. По последним данным ВОЗ, потребление алкоголя на душу населения в нашей стране составляет чуть больше 11 литров в год. С точки зрения специалистов, безопасного уровня алкоголя нет. В идеале человек вообще не должен его употреблять. Мы вышли на улицы города, чтобы спросить бобручан, как они относятся к спиртному, что выпивают и как часто. Ну, а зачем? Я и так чувствую себя счастливой. Конечно, вредно. Но иногда расслабиться можно. В больших количествах вредно. А для радости вполне. Я считаю, что употребление алкоголя в больших количествах – это очень вредно. Мы можем это, в принципе, видеть и на улицах, и так, в принципе, в заведениях каких-то. Ну, у врачей обычно вода по чуть-чуть можно. От количества зависит. Нужно знать меру. Сегодня на диспансерном учете в Беларуси состоит примерно 158 тысяч человек, больных алкоголизмом. Этот недуг развивается постепенно, вырастая из эпидезодического употребления в хроническое, когда горячительные напитки разрушают весь организм пьющего. Повышенная тяга к спиртному, неспособность регулировать количество выпитого, похмелье, запои, психическая деградация и токсическое поражение внутренних органов – все это признаки алкоголизма. Эта болезнь развивается постепенно и зависит от множества факторов – окружения, национальных, семейных традиций, генетической предрасположенности. У недуга нет статуса, возраста или пола. Перед алкоголизмом нельзя устоять ни в каком возрасте. Он не имеет статуса, потому что может и большой начальник быть алкоголиком, и совершенно простой рабочий подросток. Это хроническое, неизлечимое заболевание, но его можно лечить на любой стадии. Для людей, попавших в зависимость от зеленого змея, спиртное – эликсир для избавления от проблем и чуть ли не лекарства от всех болезней. Своего рода простой, доступный и быстродействующий антидепрессант. Вот только начинается все с эпизодического употребления, скажем, по праздникам. Потом доза увеличивается, перерастает в зависимость и образ жизни. Зеленый змей незаметно проник и в жизнь Максима. Имя вымышленное, его лица мы не покажем. Сегодня мужчина – анонимный алкоголик, завязки больше двух лет. Вспоминает запойное время и как страдала его семья. На самом деле проблемы от употребления алкоголя, я употреблял, а проблемы были у них. Со зависимостью? Да. Они решали за меня все мои вопросы. Если я куда-то попадал, они платили за меня все мои штрафы. У меня было, в принципе, о чем мне бросать пить? Зачем? Употребление горячительных напитков в нашей стране – проблема, которая становится актуальней с каждым годом. Сегодня возраст алкоголизма уменьшается и все больше прогрессирует среди женщины. К слову, у представительниц прекрасного пола болезнь развивается в течение двух лет. У мужчин от пяти до семи. Алкоголизм грозит потерей авторитета семьи и здоровья. Есть три главные мишени, которые чаще всего страдают. Это, конечно, головной мозг, нервная система, это сердечно-сосудистая система и пищеварительная, в частности, печень. Как бы там ни было, избавиться от недуга можно. В лечении все средства хороши. Самое главное – признать собственную зависимость и сломать алкогольную схему. Ведь в Беларуси каждый день около 50 человек умирает от заболеваний, связанных с употреблением спиртного. В год таких случаев около 20 тысяч. Елена Кутозова, Максим Галеонко. Итоги недели. Эхо прошлого и опасные артефакты. Спустя 70 лет после военных действий мы все чаще слышим сообщения о том, что на территории нашей страны находят снаряды времен Великой Отечественной. Авиабомбу весом в 250 килограммов в марте месяце обнаружили под старым домом в Светлогорском районе. Недавно несколько боеприпасов времен войны обнаружили в реке Днепр у городского пляжа Ворше. А в Витебске за последние 4 месяца нашли около двух сотен различных снарядов. Хотя оставшиеся со времен войны боеприпасы уже изъедены ржавчиной, безопасными их считать нельзя. Внутри все равно остается тротил. Поэтому каким бы старым, изгнившим не выглядел снаряд, он до сих пор представляет опасность. На этих кадрах происходит ликвидация опасных находок. Специалисты собрали на полигоне немецкие бронебойные снаряды и мины. Для того, чтобы осколки не разлетелись, боеприпасы укладывают в глубокую яму. Управление взрывом происходит на отдалении. Саперы находятся в защищенном укрытии. Недавно мы рассказывали, как в авиагородке в нескольких десятках метров от детской площадки нашли фугасную авиабомбу. Ее обезвредили. А на днях бобруйским саперам поступило еще несколько тревожных сообщений. Что на этот раз напомнило о событиях времен коричневой чумы и как долго это будет продолжаться, уточнила Ангелина Дику. Пятый микрорайон – стройплощадка. Здесь во время подготовительных работ по возведению многоэтажки из-под ковша экскаватора выкатились боевые снаряды. На место тут же выехали саперы. Они подтвердили опасения. Находками оказались минометные мины времен Великой Отечественной. Причем в боевом состоянии, со взрывателями. Калибром 82 мм вес мины составляет где-то 3,5 кг. Взрывчатого вещества – до полукилограмма. Разлет осколков. Безопасное расстояние считается метров 300-400, не больше. В принципе, это достаточно. Что могла эта мина уничтожить? Она использовалась для поражения как живой силы противника, так и для легкобронированной техники. То есть мотоциклы, машины. Мины вывезли на полигон и уничтожили. Никто не пострадал. По информации специалистов, здесь в 2010 году нашли сотню таких же. Они лежали вместе. Уже под финал войны, в 1944 году, когда началась знаменитая операция «Багратион», под Бобруйском скопилось довольно большое количество немецких войск. Это знаменитый Бобруйский котел. И, собственно говоря, части советской армии применяли здесь весь спектр вооружения. Собственно, как и немцы, которые пытались сначала вырваться из котла, а потом, соответственно, оборонялись в этом котле. Очередное подтверждение исторических фактов нашло себя в этот же день, но уже на Ванцете. Там, во время закладки трупов вблизи дома 12, где, к слову, в мае вышивали страсти из-за нападения бойцовской собаки на людей, нашли снаряд калибром 100 миллиметров. Его коммунальники сюда доставили вместе с песком. Снаряд был без взрывателя, особо большой, опасности не производил. Но уже при дальнейшем обследовании было установлено, что внутри находится оголенный промежуточный взрыватель, который очень чувствителен. Он мог детонировать от сильного удара или теплового воздействия. Осколки в случае ЧП разлетелись бы на 600 метров и могли нанести серьезные увечья людям. Снаряд, мина, бомба представляют огромную опасность. Дело в том, что изначально оно и создано, чтобы боевать людей. Страшными являются авиабомбы и снаряды для минометов, потому что они крайне нестабильные. И вот особенно, если читаем хронику первого десятилетия посевоенного, именно на таких боеприпасах очень часто подрывались люди. Тогда была целая волна вот этих вот подрывов. Саперы сработали оперативно и уничтожили снаряд на полигоне. Но предполагают, что на этом тревожные сообщения не прекратятся. Опасные отголоски далеких лет еще сохранились в земле. На всякий случай, настоятельно рекомендуют не играть с огнем. Такие находки нередко лишают жизни. Случай, вот нарисованный у меня на листе, это авиационная бомба немецкого происхождения. Никто бы никогда не подумал, что это боеприпас. Так и получилось. Мужчина нашел на поле или там посмотрел кусок железа, принес на мех двор, решил сделать с нее кувалду. Все, нашел трубу, начали варить. Как только сварщик нашел варить, взрыв. Итог. Один труб, второй инвалид. Если вдруг вы обнаружите какие-либо подозрительные металлические предметы, обязательно сообщите об этом милиции. Лучше всего пометить место, где сделали такую находку. И отойти. Условно безопасное расстояние от 50 метров и больше. Без градуса на дороге в стране планируют принять дополнительные меры по борьбе с пьяными водителями. На подпись президенту Конституционный суд не нашел нарушений в законе об отсрочках. И вырастет или снизится. Стоимость шенгенских виз для белорусов изменится. Сейчас коротко самые важные, неоднозначные и обсуждаемые заголовки страны. Конституционный суд Беларуси не нашел нарушений в законе об отсрочках. Он был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики 28 июня. И в ближайшее время будет передан на подпись президенту. Напомню, закон предполагает, что молодые люди призывного возраста могут воспользоваться отсрочкой для получения образования только один раз. Военные комиссариаты получат возможность ограничить выезд за пределы страны уклонистом. Граждане, не отслужившие в армии, беззаконных на то основание не смогут устроиться на госслужбу или в силовые структуры. Выпускники, добровольно отслужившие по контракту не менее срока распределения, будут освобождены от возмещения затрат на их обучение. В Беларуси стартовала вступительная кампания. Всего в высшие учебные заведения поступят около 55 тысяч абитуриентов. Из них 26 тысяч примут на бюджет. В этом году увеличен набор на медицинские специальности физкультуры и спорта и IT. Тем временем, вузы сообщили будущим студентам о том, что повышают стоимость учебы. В 2019-2020 годах на обучение в БГУ по специальностям международное право, мировая экономика, дизайн, правоведение обойдется без малого 400 рублей. Год обучения в Академии управления обойдется в 3200 белорусских. Продлится этап вступительной кампании до 17 июля. Те, кто решил поступать на платное обучение, могут подать документы до 4 августа. Банковский процессинговый центр предупреждает о мошенниках. Возможная рассылка гражданам сообщений от имени с заманчивыми предложениями является ничем иным, как попыткой злоумышленников узнать конфиденциальную информацию, а именно номер банковской карты, логин и пароль от систем банковского обслуживания. Также при помощи рассылки писем на электронный почтовый ящик на устройствах клиентов банка может быть установлена вирусная программа, которая может воровать данные пользователя. Сомнительные письма лучше сразу удалять из почтового ящика, а в случае получения подобной рассылки не открывать вложенные файлы. В Беларуси планируют ужесточить наказание за пьяный ДТП со смертельным исходом. В частности, повысятся сроки лишения свободы и права управлять транспортным средством. Аналогичные меры также планируют ввести для пьяных судоводителей за несчастные случаи на воде с гибелью. Кроме того, предлагают дифференцировать степень опьянения водителей и в соответствии с этим принимать различные наказания. Дополнительные меры по борьбе с пьяными водителями могут вынести на общественное обсуждение. Генпрокурор Беларуси Александр Конюк не исключил, что со временем в Беларуси придут к пожизненному лишению прав за пьяную езду. Стоимость шенгенских виз для беларусов может вырасти до 80 евро. В феврале 2020 года Евросоюз изменит визовые правила. Впрочем, нас изменения в части цены могут и не коснуться, так как в последние годы стороны вели работу над соглашениями с ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии в случае подписания соответствующих документов и их вступления в силу до 2 февраля 2020 года. Стоимость шенгена для граждан Беларуси, наоборот, снизится с нынешних 60 до 35 евро. Предусмотрен и ряд других послаблений. Пора путешествий и новых впечатлений. В сезон отпусков беларусы отдыхают где угодно, но только не дома. Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются недорогие варианты отдыха на море – Египет, Турция и Затока в Украине. Еще беларусы любят ездить в Грузию, Болгарию, Черногорию, Испанию и Грецию. Тем временем за последние годы в стране появилось много достойных туристических объектов. Все больше людей стараются открыть путешественникам нашу историю и показать самые красивые уголки страны. Озера и пущие, охотничьи и рыболовные угодья, базы отдыха, санатории и достопримечательности. Малая родина способна удивить и ярко раскрасить отдых. Взять, например, наш город. Неповторимый еврейский колорит, богатая история и уникальная архитектура. Ежегодно город на Березине привлекает все больше туристов не только Синекой, но и с ближнего и дальнего зарубежья. Максим Кембель отправился на променад по Старому Бобруйску, чтобы доказать, у нас тоже есть на что посмотреть. Колоритный, самобытный и один из старейших городов Беларуси. В начале 20 века его называли Белорусской Одессой. И именно сюда мечтали попасть все дети лейтенанта Шмидта. Так и да, это все про наш Бобруйск. Крепость, дом купчихи Кацнельсон, дом Тетрис и легендарная социалка. Город на Березине с давних времен считался высококультурным местом, в котором хотели жить герои Ильфа и Петрова. Герои Золотого Теленка мечтали совершить кругосветное путешествие. Ну а мы осуществим городской пешеходный тур. Улица Интернациональная. Даже в ритме большого города невозможно не заметить здание изумрудно-зеленого цвета. Двухэтажные башни, великолепные массандры. Это памятник архитектуры деревянного зодчества в стиле модерн. Особняк сохранился практически в первозданном виде. До революции дом принадлежал купчихе Кацнельсон. Есть легенда, что изначально этот особняк стоял в Прибалтике. Во время поездки по тем местам дворянке приглянулось здание. Она его купила и велела перевезти в Бобруйск. Именно здесь дом собрали, словно конструктор. В нашем городе можно встретить весьма необычные дворики и дома. Этот, например, на улице Держинского. Местные именуют Порт-Артур. Есть несколько версий такого названия. По одной из них дом назван в честь защитника Порт-Артура генерал-лейтенанта Романа Кондратенко. Он познакомился со своей супругой и сыграл свадьбу именно в Бобруйске. Но все же главная достопримечательность города Бобруйская крепость. Она, кстати, входит в топ-15 знаменитых мест Беларуси и является национальным наследием республики. В свое время построили сначала военный городок такой, территория где-то 110 гектар. Вокруг насыпали высокие валы и выкопали рвы. На валах можно было поставить крепостные орудия. То есть из Петербурга сюда привезли более 300 пушек разных калибров. И они обеспечивали дальнюю оборону крепости. Ее просто овладеть, ее просто было сложно. Подземные ходы и яйцевидная камера, ужасные условия содержания заключенных и покушения на российского императора. Крепость овеяна слухами и легендами. И от этого она становится еще более интересной для любителей истории и обычных туристов. Вот она, старшая сестра Брестской крепости. Водвигнута цитадель была в начале 19 века. Война с Наполеоном, крещение белорусского классика Дунина Марцинкевича, приезд императора Российской империи Николая I и Великая Отечественная война. За более чем 200 лет своей истории портретца видела многое. Гостиница европейская, старинная пожарная часть, отель Бобруйск, кварталы дореволюционных зданий и особняков, областной театр драмы и комедии, богатство архитектурных старичков города просто впечатляет. Чего стоит одна только социалка? Незабываемая атмосфера старого города, уютные кофейни и летние террасы, пиццерии, бары и уличные музыканты. Променад по главной пешеходной улице города никого не оставит равнодушным. Ну а главный символ на Бобруйском арбате – бронзовый бобер. Светский франк, как Дэнди лондонский одет. Очень похож на горожане на начало 20-го столетия. Существует примета, что если у вас не очень хорошо обстоят финансовые дела, то стоит потереть цепочку, и денежное благополучие вам гарантировано. Максим Кембель, Андрей Богдан, бронзовый бобер Самуилович. Итоги недели. Накануне свой профессиональный праздник отметили люди, которые мастерски ведут то, на что обыватель даже не обратит внимания. Они всегда оказываются в нужное время и в нужном месте, при любых условиях, будь то лютая жара, невыносимый холод или опасное столпотворение. Конечно же, речь идет о фотографах. Снимки, без которых сложно представить современную жизнь, имеют давнюю историю. Первый кадр был сделан французским изобретателем в 1826 году. Первые фотокарточки на свет появились черно-белыми, а цветные возникли еще в середине 19 века. Сейчас мгновенные фото доступны без привлечений каждому. И для этого не нужны особые навыки. Достаточно лишь включить камеру телефона, и селфи готово. Но между тем, ведь никто не недооценивает профессиональную съемку, кадры из которой наверняка останутся у влюбленных и семейных пар на всю жизнь. А тех, кто ловит нужный момент, Мария Бересневич. Дарья Дойлидова делает портретную съемку для милашек Ли и Лиды. За 9 лет работы шутит девушка фотоаппарат стал продолжением ее руки. А снимки, в прямом смысле слова, заполонили все ее пространство. Удачный кадр, уверяет Даша, она делает глазами даже в отсутствии своего любимого Кэнона. Похоже, этот профессиональный инстинкт с ней навсегда. Раз, два, три. Хорошо, еще раз то же самое. Ловстори – пейзажные, семейные, постановочные и свадебные. Камера Дарьи стала свидетелем сотен счастливых судеб. Их чувства запечатлены на многочисленных кадрах. Чтобы заснять, к примеру, самый важный день в жизни молодоженов, фотограф нажимает на кнопку аппарата порядка тысячи раз. После в свадебный альбом отправляется каждая десятая. Я люблю свадьбы, я от них подпитываюсь энергией положительной. Я всегда благодарю Бога, что я работаю в сфере свадеб, потому что там люди приносят все свое самое доброе. В этот день даже недобрые люди становятся добрыми, поэтому свадьба – это самое мое. В своих кадрах папарацци уделяет внимание именно чувствам людей. Красивые элементы и современный декор могут только дополнить картину. Чтобы сделать тот самый снимок на всю жизнь, уверяет Даша, достаточно вовремя словить момент, а позже применить немного мастерства и довести эмоциональный кадр до безупречности. При этом на обработку в зависимости от сложности фото может уйти от минуты до часа. Конечно, важно снять сразу фотографию красиво, но доработать ее, довести ее до совершенства лучше, конечно, уже потом в программе. Поэтому обработка, да, занимает очень много времени. Все мое свободное время я отдаю фотошопу. Важно так обработать, чтобы не видоизменить человека до неузнаваемости, а оставить его таким, какой он есть, только убрать какие-то погрешности на лице. Если есть какие-то небольшие дефекты, их нужно обязательно, конечно, убрать и сделать кожу чистой и красивой. Чтобы добиться успеха, отмечает Дарья Долидова, важно развиваться и смотреть на снимки знаменитых профи. А еще хотя бы раз в году становиться по ту сторону объектива и чувствовать себя на месте клиента. Что же касается селфи, совсем недавно Даша изменила к нему мнение. Даже вошла во вкус и нашла процесс занимательным. И вот здесь. Да, хорошо. Нечко побольше головку. Да, классный. А это Ксюша Русецкая. Четыре года назад ради работы со снимками девушка оставила бумажную волокиту в суде. Говорит, всегда мечтала о творчестве и путешествиях с камерой. Об осознанном выборе признается обаятельный фотограф. Не пожалела ни на секунду. Сейчас за крупкими плечами десятки городов, сотни километров и тысячи неповторимых кадров. Нахожу очень интересных людей. Через меня проходит очень много классных людей. И они учат меня очень новому. Они расширяют мой кругозор, мое мировоззрение. Я совершенно не та уже Ксюша, которая раньше была, например, 4 года назад, когда я уволилась. У меня стало больше расширенной границы. И вот у меня такие вот эмоции, вот то, что счастье и свобода мне приходят от моей работы. С Нуной и Макаронок девушка познакомилась 2 года назад. Все началось с лавстори. Затем семейный альбом, героини, попоны или фото со свадьбы и кадры, сделанные во время беременности. Работы Ксюши, отмечает модель, характеризуют минимализм, естественность, искренность и воздушность. А это как раз то, что нужно клиентке. Они все соответствуют современности, то есть в таком европейском стиле, очень романтичном, скажем так. Вот сразу с первых кадров, можно сказать, влюбилась. И в дальнейшем процессе съемки мне понравится легкость общения с Ксюшей, потому что с ней очень легко находить общий язык. Всегда в расслабленном состоянии происходит съемка. Больше других создательница уникальных кадров любит работать с представительницами прекрасного пола. Ксения Русецкая нечает души в женском портрете и ценит красоту абсолютно каждой. Вот она запечатлевает порядка 35 свадеб и вдвое больше индивидуальных фотосессий. Любит выезжать за пределы привычных мест для съемок. У них особый шар. Я очень люблю снимать за границы, на самом деле. Это тоже расширяет границы, расширяет горизонты. И вы знаете, вот в Италии у них какой-то особенный цвет и свет. Он такой прям вкусный. Но я не могу его описать. Мне кажется, в каждой стране какой-то разный цвет. В начале творческого пути Ксюша вдохновлялась американскими фотографами. Говорит, у них совершенно другая подача и стиль. Именно так по-другому теперь видит и она своего героя в кадре. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Береговая охрана США перехватила подлодку с семью тоннами кокаина. В отношении отца сестер Хачатурян СК России посмертно возбудил уголовное дело и публичные приступы тремора. Жители Германии взволнованы из-за состояния здоровья Ангела Меркель. Сейчас коротко самые громкие и заметные мировые новости. Число погибших при столкновении поездов в Пакистане возросло до 21 человека, 89 пострадавших. Причины трагедии устанавливаются. Напомним, 11 июля пассажирский состав, двигающийся не по своему пути, на полном ходу влетел в стоящий товарный поезд. В момент столкновения большинство пассажиров спали. Ранее сообщалось о том, что в провинции Пенджа произошла авария с рейсовым автобусом, повлекшая значительные жертвы. Береговая охрана США поделилась роликом, напоминающим кадры из боевика. Во время настоящей погони представители спецслужб перехватили подлодку с семью тоннами кокаина общей стоимостью более 230 миллионов долларов. Силовикам пришлось не только догонять, но и взламывать люк судна. Пять контрабандистов задержаны. Наркоторговцы нередко используют в своих целях самоходные полупогружные судна, так как их тяжело обнаружить спецслужбам. В отношении отца трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в его убийстве, СК РФ возбудил уголовное дело. Его действия квалифицируют по статьям «Истязание», «Насильственное действие сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера». Напомню, Ангелина, Кристина и Мария обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. В июле прошлого года его тело с большим количеством колото-резанных ран нашли в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Во время следствия девушки признали вину. Они объяснили, что отец уже много лет причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры обнаружены расстройства психики из-за домогательств и издевательств отца. Жители Германии взволнованы из-за состояния здоровья Ангелы Меркель. Канцлеру снова стало плохо на публике. Приступ тремора случился во время встречи с премьер-министром Финляндии в Берлине. На кадрах видно, что Меркель внезапно охватила дрожь, однако она не прервала официальное мероприятие. Напомним, этот случай с Меркель уже третий по счету. В первый раз политик почувствовала себя плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда причиной произошедшего она назвала обезвоживанием. Второй раз дрожь застала Ангелу Меркель уже на приеме у президента Германии. Канцлеру предложили стакан воды, от которого она отказалась. На следующей неделе Меркель исполнится 65 лет. Жители Америки поймали настоящую удачу. Их постиг денежный дождь. Когда инкассаторы ехали по одной из трасс в США, то из их машины вывалились миллионы долларов. В интернете появилось видео, в котором можно увидеть, как на одной из самых загруженных трасс в городе остановилось движение. Сначала автолюбители подумали, что это обычная бумага, однако присмотревшись, поняли, что на дороге лежат самые настоящие долларовые купюры. Водители бросились из своих машин, чтобы ухватить легкие деньги. В нашей стране два государственных языка. Русский используется большинством, белорусский менее востребован. Как показывают опросы, на это есть ряд причин. Кому-то не нравится звучание и мелодика, у кого-то нет мотивации и желания его учить, а некоторые просто стесняются говорить на мове. Но если человек не говорит по-белорусски, нельзя делать вывод, что он родину не любит. По данным ЮНЕСКО, язык коренного населения нашей страны в катастрофическом состоянии. Он под потенциальной угрозой исчезновения, что даже обозначено в символической карте под названием «Мировые языки в опасности». Малая доля интеллигенции, часть сознательной молодежи и старики – вот основные носители белорусского, которым еще 50 лет назад пользовались миллионы. Сегодня литераторы, писатели и мастера слова способствуют тому, чтобы общество овладевало белорусским литературным языком. Так создаются новые поэтические и драматические произведения. Ряд издательств печатают преимущественно белорусскоязычную продукцию. Появляются мессенджеры на мове. Разработчики запускают белорусскоязычный интерфейс и стикер-паки. А еще в республике стартовала уникальная программа знакомства с носителями белорусского языка. Несколько встреч уже прошли в Минске, Витебске и Бобруйске. На них гости делятся опытом перехода на родной язык и говорят о стереотипах и плюсах общения на мове. С патриотами из народа пообщалась Ангелина Дикон. Сергей Латинский. Новости спорта. На Зефир.ФМ. Радио – единственное место, где Бобруйчанин говорит на русском. Все остальное время Сергей размоляя. Все началось через год после окончания школы. В юношестве увлекся произведениями белорусских писателей. Дальше музыка. И вот уже 17 лет он думает на мове. У меня нема проблем перейти на русскую мову и на белорусскую. У любого билингва, это дети билингвы, и они так само могут, когда они знаходят свой сиротку русском, они будут размолять по-русски, когда и белорусском, они будут размолять по-белорусски. Белорусская – это не одна икраина, где есть двухмовые, да, там, приклад Швейцарии, там, Канады. Там так само легкие люди размоляют, типа, ангельскую, типа, французскую. Ну, залежатся от каких-то мовы. Тренер-оператор футбольного клуба ведет официальные страницы в соцсетях на белорусском. На белорусском, говорит, и дома, с супругой и маленьким сыном. В рамках культурного проекта Сергей вместе с Дарьей Роскоч делится своим опытом возрождения языка в повседневной жизни. Когда там у маршрута, я кажу на прыганку, когда ласка, на меня половая маршрутка отзирается. Я как-то на белорусской мове сказали. Вот, тому, я, ну, и зараз у нас еще не вельми так, чемусти. Чемусти вельми издевляются люди, але я меркую, что, ну, с тягом часа это потом пройдет. Как признались создатели проекта, основная задача – показать всю красоту белорусской мовы, объяснить, что мова – неотъемлемая часть нашей культуры, и приобщить людей к инициативе. Чтобы в 2019-м во время переписи населения в графе «Родной язык» большинство выбрало белорусский. Люди любого взрослого, люди любой профессии, любой специальности, любой сферы могут сейчас замаляюсь по белорусскому, и это нормально. Культурные встречи планируют провести в подобном формате в Бресте и еще целом ряде городов. А пока Сергей Латинский знакомит с мовой бобруйских футболистов. Привет, с вами, сябри! Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели. Чудеса перевоплощения. На базе отдыха в Вербке прошел второй республиканский конкурс «Пленер мастеров резьбы по дереву». В этом году участие в нем приняли около 30 мастеров с разных уголков страны. За 8 дней умельцы изготовили сюжетные, монументальные скульптуры. Многие из них впоследствии украсят улицы города на Березине. Кто стал победителем творческого состязания, знает Людмила Любимцева. За звание лучшего мастера в живописном месте Бобруйского района боролись как профессионалы, так и начинающие резчики. В этом году на конкурс «Пленер под открытым небом» на неделю съехались 26 умельцев. Все они работники деревообрабатывающей отрасли и лесхозов страны. «Тамостов Древ», «Речица Древ» участвует, «Новосвержинский лесозавод», «Гомель Древ». Наше предприятие представляет три участника в этом году. Лесхозы, «Мозырский», «Бобруйский», «Эковерпро» в том числе участники. Ну и в этом году тематика «Сказочный лес». В распоряжении мастеров были бревна дуба и всевозможные инструменты для работы с деревом. Леонид Синько из Столбцовского района на «Пленер» приехал уже во второй раз. Резчик с 30-летним стажем в прошлом окончил художественное училище Бобруйский. В «Вербках» он вдохновился идеей создать объемную скульптуру воеводы. С дубом, отмечает мужчина, он любит работать больше всего. По текстуре нравится и вообще саму скульптуру Леша резать. Лучше видно детали, там, все можно поработать. И в любом направлении оно режется хорошо. И вдоль волокон, и по пирогам. Рядом коллеги по цеху создавали не менее интересные фигуры. Медведи, зубры, бобры и лесные девы. Резчик из Мозыря Александр Зинько рассказал, что работает в лесхозе. Его творческий подход к делу отметило руководство. И мастеру предложили поучаствовать в конкурсе. Здесь он трудился на целой композиции из дерева – декоративной скамейкой. Наверное, идея родилась в том, что мой дедушка, он был общего вода. Вот поэтому как-то так вот, как о памяти, что я вот научился этому. Ну, в любой работе, конечно, должен быть интерес, радовать эту работу, когда ты увидишь этот результат. Каждый мастер – волшебник. Древесина в их руках перевоплощалась с самых разных персонажей. Для участников это хорошая возможность на других посмотреть и себя показать. Я новичок, я бензопилой мало работал. И для меня это большой опыт общения с мастерами, с народными мастерами. Я тут каждый раз приезжаю, что-то новое увидишь, что-то такое интересное. А как любые соревнования в этом стиле. Тем более, нам для фондоки это уже теряется школа резчиков. Все, ЧПУ стоят, станки, все, ручных почти работ почти нет. В день закрытия пленера территория базы отдыха Вербки напоминала сказочный лес, который вырос здесь всего за неделю. Оценить творчество умельцев приехали первые лица города. От скульптуры к скульптуре их восхищение только росло. Каждый из нас, наверное, не только впечатлился, он увидел сказки, он, наверное, окунулся в то хорошее, доброе время, когда он это читал, видел. А сегодня он увидел это, можно сказать, вживую. Результатом работы осталось довольно и руководство фондока. Предприятие – главный организатор и вдохновитель конкурса. По признанию гендиректора Андрея Портенкова, по началу проведения такого конкурса казалось несколько авантюрной идеей. Однако на сегодня она полностью себя оправдала. В этом году я вообще приятно удивлен. Приятно удивлен не только уровнем мастеров резьбы, но и тем, насколько нашлось неравнодушных людей, сколько нас поддержали. На церемонии закрытия озвучили итоги состязания. Первое место завоевал мастер Владимир Калинкин из Бобруйска. Резчик создал фигуру глухаря. Она получилась красочной и реалистичной. Задуманно было давно, еще весной. Слышал пение глухаря, охотничал когда-то. Ну и вот такой момент настал, когда я решил его воплотить в дереве. Вскоре лучшие работы украсит улицы и учреждения Бобруйска. Но организаторы выразили надежду, что с каждым годом конкурс «Пленэр» будет привлекать все больше талантливых людей и со временем приобретет статус международного. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели. С вами была Елена Кутузова. Благодарю за внимание. Мы обязательно увидимся с вами в следующую субботу. Ровно в 7 вечера. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова